Около 200 стран договорились сократить выбросы парниковых газов, используемых в холодильниках и кондиционерах. Соглашение, подписанное в столице Руанды Кигали, имеет юридически обязывающую силу. Договор в том числе подписали США и Китай. Согласно документу, все страны будут разделены на три группы. У каждой будет разный конечный срок для того, чтобы сократить использование гидрофторуглеродов. Как ожидается, к 2019 году использование вредных газов сократится на 10%. К 2036 – уже на 85%. Страны из первых двух групп должны будут выполнить все пункты договора через 8 и 12 лет соответственно. Индии, Ирану, Ираку, Пакистану и странам Персидского залива крайний срок отодвинули немного дальше. «Это очень хорошее и сбалансированное соглашение для всех стран. Страны выражали свои опасения, и все эти опасения, а также приоритеты государств были учтены. То есть баланс очень хороший, и это хорошо для климата и природы». Напомним, на прошлой неделе было достигнуто главное условие для вступления в силу другого климатического соглашения – Парижского, которое было подписано в 2015 году. Его ратифицировало более 55 стран, чей общий объём выбросов парниковых газов составляет не менее 55%. Это произошло благодаря тому, что список государств пополнили Индия, Канада, страны ЕС и ряд других. В отличие от Парижского климатического договора, соглашение, подписанное в Кигале, имеет обязывающую силу. Все сроки прописаны в нём очень подробно. Кроме того, развитые страны обязались помочь бедным странам адаптировать технологии. «Мы собираемся сократить 80-90% выбросов этих химикатов. Эффект будет ошеломительным. Мы говорим об объёмах, которые можно сравнить с выбросами тысяч угольных тепловых станций». Гидрофторуглероды могут приносить в 10 тысяч раз больше вреда, чем СО2. По данным ООН, отказ от вредных газов будет стоить миллиарды долларов. Тем временем учёные отмечают, что соглашение поможет замедлить повышение средней глобальной температуры на полградуса Цельсия.